всем привет добро пожаловать на канал и по вашим просьбам сегодня покажу как настроить дрон через betaflight конфигуратор а именно самая первая настройка где мы просто просмотрим основное меню привяжем контроллер в данном случае dji fpv controller 2 и настроим на нем все кнопки на включение выключение режим черепахи и т.д. сразу хочу сказать что настройка разных контроллеров не особо отличается если у вас не такой абсолютно не страшно это видео тоже вам подойдет в том случае если у вас такой контроллер вам нужно его для начала связать с вашим дроном для этого вам нужно будет включить контроллер зажав кнопку включить в нем режим коннекта а на вашем дроне с dji o3 юнитом нужно будет зажать на этом юните кнопочку для коннекта на си не будете 30 она будет находиться справа если смотреть ему на камеру а именно возле разъема тайп си немного ниже там не сильно видно но если посветить вы можете найти маленький треугольничек указатель и кнопку эту так что давайте предположим что вы уже за коннектили ваш дрон к очкам и к пульту но теперь вам нужно назначить кнопки с помощью которых он будет запускаться экстренно выключаться и в целом проверить правильно ли настроены стики для этого запускаем на компьютере betafly конфигуратор есть также нам понадобится батарея дрон пульт и usb кабель который будет подключаться к полетному контроллеру самого дрона не dji o3 юниту к полетному контроллеру можно подключиться через micro usb кабель первое что нам нужно это подключить батарею к нашему дрону далее включаем наш пульт убедитесь что левый стик в нижнем положении ждем коннектор есть откладываем далее подключая подключаем дрон компьютер через шнурок и сразу видим что у нас есть подключение на в это fight сразу хочу сказать когда вы подключили дрон компьютеру через шнурок и вас уже отобразилась информация на мониторе пульт в данный момент никак не управляет дроном весь сигнал будет идти на компьютер то есть не бойтесь крутистиками это никак не повлияет на ваш дрон далее переходим в раздел приемник здесь мы можем посмотреть здесь мы можем увидеть настройки нашего контроллера а именно если мы покрутим нашими стиками мы увидим что меняются вот данные полосочки то есть это яв пич ролл и троту обратите внимание что в самом нижнем положении значение троту должно показывать тысячу а все три верхних значения должны быть ровно посередине то есть это по сути левый стик влево вправо вы можете покрутить это и увидеть влево вправо если отклоняю стик влево вправо стрелочка так полоска также уходит влево вправо значит тут все нормально далее про и пробуем правости вверх есть вниз есть это пич и ролл влево есть вправо есть выглядит все отлично далее мы можем видеть здесь аукс 1 аукс 2 аукс 3 аукс 4 это все остальные кнопки которые есть у вас на контроллере также вы можете чтобы определить какая кнопка под каким названием вы можете просто банально их понажимать допустим у меня есть кнопка c1 я ее нажимаю я настроил так чтобы она мне выключала лет подсветку вот и здесь мы можем видеть что аукс 5 при нажатии этой кнопки меняет свое значение выключенное состояние включенное состояние выключены включены давайте попробуем еще кнопку допустим старт-стоп все мы видим что старт-стоп это у нас аукс 4 хорошо запоминаем это дальше задача простая переходим в режимы в этих режимах мы будем настраивать полностью задачность нашего пульта то есть слева мы можем видеть мы можем видеть что все подписано здесь есть arm режим angle режим horizon beeper например и мы сейчас к самым важным функциям привяжем привяжем определенные кнопки так как у меня уже все настроено я могу просто объяснить допустим режим arm то есть запуск моторов и отключение моторов у меня стоит на аукс 4 то есть это вот эта кнопка которая перехожу обратно на приемник смотрю аукс 4 включена в правом положении выключена в центральном переходим обратно в режимы и смотрим вот этот ползунок просто перевожу его крайнее правое положение то есть на 2000 на 1500 здесь у меня ничего нет вот этот вот диапазон показывает сам диапазон сигнала если у тебя при нажатии кнопки твой сигнал будет в этом диапазоне то мы имеем положительный сигнал если нет отрицательный поэтому можем нажимая кнопку вот здесь я могу увидеть статус нажатия кнопки то есть сейчас он находится в этом положении то есть данный момент у меня нет сигнала значит дрон выключен если я нажму эту кнопку она переходит на 2000 в этом диапазоне есть сигнал дрон запускается все отключаю моторы запускаю мотор прекрасно кнопка arm у нас готова далее у нас есть режим и мы можем мы можем понимать что это впереди дрон и здесь как таковых датчиков для удержания его ровно и все такое особо нет то есть тот же режим angle позволит нам летать абсолютно также но не даст нам возможность сильно наклонять его либо переворачивать если не сможете роллы делать и трюки то есть это режим хороший для того чтобы просто на синюю летать и практиковать свой скилл выдержание на месте поэтому я на режим angles нахожу кнопку которую мне удобно переключать между режимами так как у меня раньше работала здесь нормальный спорт и мануальный режим я буду использовать эту кнопку у меня в старом нормальном режиме мы будем работать в режиме angle меняя на среднюю позицию этой кнопки я перехожу у меня сигналу horizon и меняя в нижнее положение у меня нет сигнала а значит у меня не будет не включен никакой из этих стилей тем самым у меня будет полная акро то есть все перевороты все роллы все будет учитываться это по умолчанию как бы по умолчанию все используются равно этот режим но на всякий случай советую вам это настроить далее мы опускаемся ниже одно из тоже важных функций это бипер бипер я тоже ставлю на вторую такую же кнопочку где у меня центральном положении и верхнем положении ничего не происходит но в нижнем положении этого этой кнопки у меня включается бипер помогает чтобы просто найти дрон если вы немного не долетели обратно и приземлили его куда-нибудь в кусты либо еще куда-то таким образом вы можете найти и подключить себе любые функции как допустим вот я назначил на кнопочку user 1 отключение лет подсветки по сути это все функции которые вам нужны то есть вам нужно arm disarm бипер и переключение режимов дополнительные все кнопочки вы можете самостоятельно сделать такие как тот же turtle мод раньше он здесь так и назывался сейчас он уже будет называться немного по-другому для этого мы переходим в любую из user 2 user 3 мы создаем новую связь нажимаем добавить связь здесь мы можем выбрать что за что она будет отвечать допустим можем назначить на flip over after crash то есть это по сути turtle мод то есть если вы упали можете нажать назначить эту кнопку нажать эту кнопку у вас заработать более задние моторы и вас перевернет обратно допустим выбираем эту здесь выбираем добавить диапазон и у нас получается такая же шкала в которой мы можем выбрать кнопку на которую мы назначим это все и диапазон в котором это будет работать в принципе это все опять же когда вы все настроили не забывайте нажать на сохранить и и очень важный момент здесь есть кнопка обновить прошивку забудьте на данный момент об этой кнопке если вы не разбираетесь если вы новенький в этом не нажимайте но не на какие кнопки которые что-то обновляют либо что-то добавляют если вы не знаете что это за кнопка просто не трогайте это потому что некоторые процедуры в данных дронах предусматривают какие-то уже определенные знания Если вы обновите прошивку, она у вас что-то не обновится, вы не сохраняете бэкап, ваш дрон просто превратится в кирпич и вы потратите еще неделю, две недели, пока не разберетесь, как это все настроить, как это по новой закачать, как это по новой прогрузить. Последний важный момент, ваш дрон при подключенной батарее будет экстренно вырубаться, поэтому заранее продумайте, что вы будете настраивать, так как подключив дрон и пульт, через 5-7 минут он просто отключится, так как уже будет перегреваться. Вам придется немножко подождать, пока он остынет, подключать еще раз и продолжать все перенастраивать, то есть убедитесь в том, что у вас достаточно времени, чтобы это сделать быстро или просто растяните это на 2-3 раза. На данный момент в этом меню вам больше ничего не надо. Мой совет для вас, входите в данную индустрию постепенно, научитесь сначала настраивать свои дроны, свои пульты самыми простыми способами, а уже в пид-настройки, настройку моторов и все такое, вы уже полезете либо потом, либо когда у вас что-то будет неадекватно настроено изначально и вам нужно будет разобраться в этом, но в начале не советую туда даже соваться. В общем, это стандартная база для тех, кто купил уже преднастроенный дрон, собранный, и вам нужно всего лишь активировать его и просто пойти летать. Если уже вы его собираете самостоятельно, тогда вам нужно будет изучить данную программу гораздо сильнее. Допустим, если вы установили на свой дрон GPS, если вы что-то сюда допаяли, заменили антенну, еще что-то, тогда вам нужно будет еще немножко повозиться с другими настройками. Но суть данного видео в обычной проверке данного дрона на корректность его настройки и краткий обзор, как просто и правильно настроить свой пульт для полета. А на этом все. Всем спасибо. Если будут еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, либо какие-то предложения по видео. Также постараюсь снять. Удачи вам в вашей настройке. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok